привет мои хорошие собрались мы с Артемом поехали забрать заказ пока с детьми у меня мама осталась представляете он пришел еще в начале мая но когда у меня это все случилось я не не до этого было несколько раз звонили когда заберете когда заберете у нас тоже склад здесь негде хранить это все сейчас едем забирать смотрю сейчас фотографии в инстаграме там уже люди собирают редиску бабушка прислала с кубани они два ведра уже клубники насобирали это уже отходит клубника вот это да у нас так холодно я еще пуховик не снимала так и хожу к пуховике что получили в фаберик таблетки для посудомоечных машин мне очень нравится их качество по отношению к их цене вот это мыло потрясающего яркого аромата манго и папайя если вам не нравится яркие ароматы то это не для вас ну что он прям очень пахнет вот этот шампунь внутри он также черного цвета для глубокого отчаяния волос и кожи головы понравился и его решила повторить хороший порошок хорошо ацетирует в многодетной семье даже когда много детей то отлично ацетирует мне понравился и вот такое вот средство для мытья посуды у него новый аромат появился в фирме это красный грейпфрут еще не пробовала но указано о том что им можно также мыть и детскую посуду вот такие вот у меня сегодня покупочки поехали мы в ленту здесь написано что аптека банкомата на этого ничего нет фруктов хочу взять немного немного яблок немного банан то что детки просят все за вас бы заканчивалась я хотела артем все спрашивал 10 у нас открыли и как лего комнату хотел показать ему у нас еще бесплатные тележки без монеток можно взять на артем тоже у нас труба тут есть на будете моего собрать тепло будет вот такой вот у меня ящик и муж так давно пользуюсь так удобно для порошка очень удобные вот такие контейнеры мне нравятся по 109 рублей не таких вот ни разу еще не видела мне кажется и будет удобно в комод поставить там носочки сложить что-то такое 129 рублей такие два возьму себе что-то фрукты здесь дорогие возьму капусту я одну получше взять по земли ней что фрукты вообще все дорого на вот этих вот груш немножечко возьму прям всем по одной по ценнику на мясо рыбу может быть будет интересно минтай по 320 рублей если честно мягко когда в шоке не вот и думаю может быть и пангасиус взять но он как-то не очень свеже смотрится а это терапия тку не побываю еще вышли мы из ленты и идем машинки андаль кота как бы вся занята смотрю на машину мне кажется самая грязная машина здесь на все стоянки сейчас снежок у нас лежит но быстро тает тут дождь шел поэтому так достаточно быстро все растаяло помылась у меня тут посуда и сделала тефтели это говяжий фарш с рисом отправлю сейчас на пару приготовлю их и роман тоже потом смогу отнести сейчас жду закипит вода и поставлю тефтельки сегодня 31 мая завтра день защиты детей у нас идет снег только растаял и сегодня пошел опять снег вот такой вот он север а лето у нас начинается наверное где-то числа 18 июня по прогнозу у нас будет более менее тепло пока идет снег сегодня проснулась утром смотрю в окно все белым-белом вот погода у нас немножко своим поболтаю вышла птички так так здорово тишина когда ты живешь частном доме это это круто единственное что конечно одной женщине в частном доме это это мне кажется нереально это очень тяжело и это я в полной мере осознала когда роман попал больницу я просто офигела от того сколько всего надо делать немного поменяла локацию мне кажется так будет приятнее смотреть на лес когда вот это время начинается вот эта весна и переход лета когда люди уже а присылают классные фотографии как вас дается что там же тепло смотришь на влоги других блогеров вот именно вот это время у меня начинается какая-то апатия к северу когда хочется переезжать и ты думаешь да за что мы себя так наказываем что мы здесь живем здесь нет уже тех зарплата нет тех доходов которые были раньше когда наши родители сюда приехали что произошло хорошего в нашей семье и то что не показывалась наша кошка мэй кун она родила котят котята родились у нас 8 мая не такие классные вообще прелести просто это породные котята и папа был тоже мэй кун и мама чистопородная мэй кун и у нас сейчас то положение дел когда очень нужны финансы если вы вдруг вам понравится какой-то котенок мы будем рады вам его так сказать а передать вашу семью как и таскать продать как-то не очень хорошо планируем их продавать по 5000 рублей это для этой породы это очень дешево поэтому если вдруг кто-то из ноябрьска то пишите я думаю что можно будет по россии отправить котенка куда угодно если вы оплатите доставку что входит в доставку это будет купить переноску мы здесь ее купим и мы вам котенка передадим есть а очень много групп сейчас можно машины передать можно самолетом отправить все это возможно если у вас есть желание котенка от нашей семьи то пишите пишите я оставлю внизу email если вы с ноябрьска то будет гораздо гораздо проще вам его здесь у нас забрать очень не хорошенькие такие классные такие милые но в связи вот с нашими вот этими событиями даже котята не мотивировали меня снимать видео это настолько грустно настолько тяжело когда что-то происходит но при этом всем я вам хочу сказать огромное огромное спасибо мы хорошие я преклоняюсь я падаю вам ноги я благодарна всем тем кто отозвался на нашу сложную ситуацию огромное огромное вам спасибо я желаю счастья вашей семье чтобы никогда никогда у вас не было трудных периодов жизни потому что то сейчас что у нас происходит я не хочу это называть бедой я не хочу это называть проблемами это наверно трудности но трудности которые надо преодолеть я очень очень благодарна очень поддерживают ваши комментарии очень приятно очень приятно то что даже хейтеры в этот период воздержались от написания всякой хрени я вам за это очень признательно все таки в этих людях как мне казалось раньше озлобленных есть что-то святое есть что-то еще доброе даже дизлайков в разы стало меньше ребят огромное вам спасибо те кто есть конечно такие люди кто я думаю что в силу возраста или в силу жизненного опыта я счастлива что у людей такое есть еще мировоззрение когда люди говорят о том что сейчас же медицина бесплатная я ребята искренне за вас рада что у вас еще есть вот эта вера в бесплатную медицину это дай бог чтобы у вас это и осталось это убеждение и никогда в жизни вы не столкнулись с реальностью особенно та которая находится на сегодняшний день в россии по закону многодетным семьям должны выдавать бесплатные лекарства это по закону в реальности если у меня ребенок заболел орви орз я минимум отнесу в аптеку 2000 рублей это будет минимум и каждая мама пускай мне напишет если у нее не так какой нибудь спрей в горлышко 300 рублей капельки в нос 150 рублей от от то есть и пошли пошли поехали нет сейчас бесплатная медицина есть только наверное у молодежи в голове которые не сталкивались с серьезными проблемами по поводу того как себя чувствует роман когда вы привезли в больницу сделали кт обследование мозга тонна кт показала кровоизлияние в мозг она небольшое но она была как нам пояснили что надо ждать ждать еще раз саждать его начали капать начали лечить и тогда вопрос стоял надо было вот эта неделя я думаю я с ума сойду эту неделю потому что стоял вопрос о том что будут вводить его в искусственную кому и делать трепанацию черепа и для меня конечно этот на тот момент вот эта неделя вот этот день когда это все узнали когда это все это было что-то невероятно тяжелое я очень благодарна тем кто поддерживал в комментариях это очень большая ваша заслуга что я не знаю как что я держалась молодцом вы меня как-то подталкивали брать камеру пускай немного но снимать я мой за это очень благодарна очень благодарна отдельное спасибо тем кто помог финансово пускай сумма небольшая но огромное огромное спасибо потому что денег сейчас уходит не просто много а очень много к примеру то что раньше мог рома сделать там мы загружали сеном давали в долг сеном забирала его ногами и руками один рулон забрали мы сами своими силами это было что-то невероятное я переколола все свои руки на следующий день я думаю что у меня сдохну со спиной но сена мы все-таки загрузили а второй рулон поехали забирали уже с грузчиками грузчиком туда отдали пил полторы тысячи сюда отдали тоже сена дали в долг два рулона мы дали в долг потом когда забирать нам сказали о том что хотите надо вам забирать приезжайте забирайте мод она стоит но вот ваши были рулоны а вот наши больше поэтому нам надо платить полторы тысячи за рулон я так села и думаю ради бога возьмите эти теньки хотя знали о том что крана сложная ситуация и что и дети и неприятно все это по поводу состояния романа у романа состояние она удовлетворительная как врач сказал все идет на поправку самое главное что его гематома которая была у него она практически ушла на сегодняшний день который показала ктм и первую неделю было конечно очень сложно к дому у меня уже руки подают под замерзку бардак у нас тут еще дети он гуляли в песке скидали игрушки так уже вроде пытаюсь убраться но все равно еще уборки и уборки здесь валом да мама идет маленькие мы кончики один даже вот такой рыженький родился а все остальные как мама этим котятам всего три недели да скажи скажи им всего три недели вот родились они 8 мая если кто-то хочет себе большую кошечку маякун да мама пришла маякун да мама маякун пришла и детишки может такие бассейне кажется на самом деле вот всего три недели такой детский сад какой черепаховый окрас интересный да какой интересный какие холеси выбирайте может быть кто-то из родителей вас увидит детишки да скажи может это мама какая-то вас увидит и тоже себе захочет такого маякуна маякун это большие крупные кошки коты у них очень большие до 15 килограмм кошка где-то 8 9 вот таки не все маленькие прикипу шестики такие пушистики такие холеси холеси и и и и и и и Продолжение следует...